При выборе палаток, на что нужно обращать внимание, чтобы дульки были металлические. Вот это самое важное. Если фибер-глаз, вот, например, на второй, на третьей установке уже ломается. Поэтому они, конечно, дешевые, но ломки ломки. А эту купил и забыл про нее, металлические дуги, все. Ну и на водонепроницаемость еще смотреть надо. Хорошая водонепроницаемость, это выше 4000 мм тупого столба. Стандартные показатели дешевых палаток 2000-3000 мм водяного столба, это стандартные. Это за раз выпавшая, да? Ну, это, ну, какую дождь она может держать. Вот хорошая палатка, это уже от 5 мм и выше. А это показатели где-то указываются в свойствах палатки? Да, сейчас покажу. Вот, на каждой палатке тент 5000, но 7000. Это уже хороший показатель. Есть еще выше, есть 7000 тент, а дно 10000 тоже совсем супер. Но они, наверное, тяжелее. Ну, тоже на вес надо, конечно, смотреть. А оно, причем может быть, и не тяжелее. У меня, например, была палатка Normal 02, она еще круче этой. У нее 7000 дно и 10000, ой, 10000 дно и 7000 тент будет показатель. А по весу она чуть больше двух килограмм. Она еще легче, чем вот эта. А по весу палатки кажутся одинаковыми, и люди учитывают цену в основном. Ну да, вот эту палатку я брал 4800, через интернет заказывал. А та 02, она 11000 стоит. Вот. И как будто у той показатели еще круче, чем у этой. Но эта, как бы, в два раза дешевле получается. Поэтому я эту брал. У меня та была, но та палатка, вот, за 02 Normal, она со мной прошла 8 стран Юго-Восточной Азии и 7 стран Южной Америки. По Азии полгода путешествовал, по Южной Америке 3 месяца. Вот. И хоть бы что. Вот эти палатки подорожали, они стали 10500, минимум 10-511. А те также и остались, понял, по 11. А те показатели еще лучше. Непонятно, почему так. Так, Тереван, сюда заходи. Я-то хоть хожу. У меня специальная палатка для... Ходи, заходи, заходи, заходи. Мне надо еще домой лезть. И больше никуда в этой палатке. Все, 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 бросаем. Вот мы когда же у нас путешествовали по Южной Америке, автостопом по Европе. Как лет брали. Вот тоже вторая пушка, такая большего размера. Моя была. Она одна в другую. Вот. Вот этот котелок армейский. Котелок в нем готовишь, да? Крышка, она же тарелка, она же чашка. Вот я сготовил, например, суп сварил. Там, ну, не знаю, что это. Пармешель. Гей, например, наложил сюда, в тарелку сам отсюда ел. Получается, это у меня котелок и две чашки сразу. Собран в состоянии, видите, как все там мало места. Сюда же, вот, я, например, чтобы не таскать сахар, я таскаю вот сахар-заменитель. Видите, мало места. Вот. То есть он и не просыпется, не будет липким, и места мало занимает. И одна таблетка, это одна чайная ложка тоже туда. Сюда же, сюда же влезет пачка чая. Я ее сейчас не взял. Ну, она сюда влезет, пачка чая в пакетик. Ну, или без пакетиков, не важно. Или маленькая банка кофе сюда влезет. Тоже не важно. То есть получается, видите, и чайная ложка. То есть здесь получается котелок, две чашки, две кружки, пачка чая, сахар-заменитель, чайная ложечка. И, видите, все вот так компактно. То же самое вот это вот. Ну, то же самое, это другой вариант просто. Тоже тарелка. Там более маленькая. Это вот вариант хорош для чего? Во время путешествий, там, в лесу, походу, не важно. Еду готовишь на костре. Вот. Но я вот эту вот горелку, например, да, вот газовый баллон, горелку, я никогда не беру с собой. Я всегда костер возьму. Но, например, по Европе, когда путешествовал, там за костры штрафуют. Пришлось там горелку брать. Вот. То же самое. Такая вот маленькая штучка. Очень удобная. Но вот это хорошо либо в горы, когда... Либо вот, например, мы на Уренге делали эскимосскую иглу, там ночевали ночью. Вот там ночью включил. Ну, вернее, не ночью, а за дровами там не ходить, чтобы внутри она тесная. Все как костер. Там нельзя костер разжигать. Вот. А там пару свечек поставил ночью. И вот эту горелку, чайку там приготовил. Печ-пакеты заварил там или что. Вот она мало места занимает. Она вот так накручивается. Я не буду накручивать, но вот просто снимать. И все вот так ее поставил. На нее тарелку, все, кипятишь. Стандартный все коврик знают, да? Коврик. Видишь тоже? Его можно, конечно, сюда. Он не тяжелый. Он легкий. Да, он объемный. Он как бы вот так вот, видишь? Много места занимает. Что можно сделать? Я раньше делал как? Я его обрезал, чтобы мне было от плеч, ну, пускай, от головы до колен. Вот. Самое главное, чтобы у тебя легкие были защищены поясницы. Вот. Ну, таз там, особенно женщины. Вот. А то, что ниже колена, уже, собственно, не так важно. Там, Костя, все равно ничего не будет. Вот. Я обрезал, короче, до колена, вот, от макушки до колена. Он у меня становился как бы тонче еще. И по плечам. Вот здесь он слишком широковатый. Я немножко срезал. Вот. И потом разрезал вот на такие вот штуки коротенькие. Между собой шелком нынками сшивал. У меня такая же кинетель получалась. Ну, сейчас можно купить вот. Коврик-расколдушка называется. Вот. Вот. Принцип такой же. Тоже самый коврик, только вот меньше места занимает. Он покороче, правда. Ну, как раз, смотрите. Угу. 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 Вот еще вариант какой. Здорово. Здорово. Привет. Здорово. Вот еще вариант. Это самонадувающийся коврик. Могу достать показать. Сам надуваешь, да? он не самовызывающий сам и у всего будут надувать вот принцип у него какой ну вот видишь на надуваешь я уж не буду его разматывать вот он такой он сейчас дутай да и надуваешь потом он такой толстый становится но тут тоже нужно смотреть больное место в них какое грыжа вылазит у меня была такая алексика фирма грыжа вылезла пришлось помыть там через интернета спертизу проводили деньги вернули а вот такую раскладушку день ничего не будет поэтому я бы рекомендовал все таки это надежно аптечка у меня вот аптечка маленькая такая коробочка можно даже еще меньше вот что берем в аптечку всегда вот перекись водорода хорошая штука она обычно не в таких флаконах больших я просто перелюсь сюда потому что мало места этого вполне хватит большой большой флакон он дома стоит то есть я от любого лекарства полоснул бутылев перки сюда перелюсь все то есть рана если есть какая сначала перики все обработал потом начинаешь дальше во влажном климате в тропиках например самая хорошая штука это стриптоцит в порошке обязательно в порошке самая хорошая штука у нас как бы чем не очень а вот в тропиках особенно вразилии в какой-то влажность там очень долго ранки взрывает он бактерицидным посыпаешь и он подсушивает вот есть чувство зеленка есть карандаш и дано она быстро высыхает и на год хватит и все поэтому а есть такой с кисточкой у меня чтобы не пачкаться такой ну в общем зеленка на него не важно какая что еще у меня это зеленка этот игла слава богу пока еще не воспользовался чтобы рану зашить ну да дай бог что таких ран не было но я всегда поставлю а теперь кому вот мы идем в поход некоторые берут там одного встанного всем дверцам дверцы с собой и запасную бред очень не надо никакую запасную выбрать почему берешь нитки с иголкой у нас обычно нитки с иголкой но серьезные походы я беру шелковые и иголку соответственно потолще это просто сюда если обувь если вы пошли например на 5 не поход на 3 на 4 на 5 можно 7 на 8 если ваш ну надо изначально как бы хорошего если обувь у вас порвалась вы всегда можете зашить руки же есть поэтому лучше обувь зашить чем с собой таскать лишнюю лишняя масса до лишняя масса поэтому нитка с иголкой у вас всегда должна ну тут еще что шприц обезболивающий и тонал но это вот чтобы оказывать это искусственно дыхание там в рот вставляется что специально это нас на курсах медицинный катастроф обучались там так она кругленькая пока там вокруг не такой колпачок лежит человек без сознания тогда ему там в рот вставляешь там и девушек спустим дыхание за что-то эти что тут еще ликопластыри цитрамон там ренни на этот на есть что еще спазмолгон таблетки от головы все самое такое основное время для желудка витамины парацетамол это все сюда и у меня это же это же аптечка она же у меня еще тут у меня крючки грузила поплавок и еще леска леска сейчас я не взял еще на мотовиде еще место то есть аптечка вместе с рыбацкими принадлежностями почему иголку это как иголку почему беру всегда крючки леску ну потому что день можно порыбачить половить рыбу с собой все это взять смотрю люди когда у них походят они в этот отсек засовывают только один спальник у меня здесь влезло дождевик аптечка и палатка аптечка может быть меньше если идешь один или больше если идешь грудь у меня когда я сплавы провожу летом там конечно аптечка побольше сейчас я показываю как все это упаковывается так палатку у вас положил показал спальни мешок положил дуги запоминайте да их вытащил это засунул сбоку и получается как бы вес тот же объем уже намного меньше так так банка тушенки например консервного банка одежда вот на мне допустим их поход придешь там и например на тебе запасные шорты или штаны там доски футболка трусы здесь свитер если вы идете например не летом например в сентябре свитер уже изначально на вас на вас а там может быть конецом куртка там небольшая чипа витровки посмотрел как укладывать на самый главный вот как палатку палатку и какой способ должен быть спальни ну вот это уже как бы не нужно получается да это все просто набиваю чтобы заполнить например вместо этого пускай вместо котелка например это будет вы там гречка какая-нибудь вермишель что-то продукты теперь топор на походе топор никогда не может походе всегда только нож ножом можно сделать все любую ну хоть что ножом ножом можно приготовить дрова если ты идешь конечно большую группу я вожу по 30-40 человек я конечно беру и ножовку и топор нормальный да но если я иду один это же не ну так сказать там на катамаранах что мы снили это все там и баню походную беру все там палатки большие когда идешь один этот груз не нужен топор не нужен а поясе ножом ветки всегда можно вытровал найти руками ногами наступил там поломать расщепить можно уберешь любую там ветку так вичка взял подключал и расщепил да нож он на все случаи нож может быть любой у меня простой ну туристический нож не никакой не фенди перси так что вот то есть я упаковал опять же смотрите вот это у меня получается продукт я положил и у меня еще под продукты места остается даже еще если какие-то продукты там ну что можно ну допустим пока вот это будет продукт еще и место осталось кабанат походе завалил и забрал с собой таким рюкзаком уже намного будет проще идти я причем еще обращу ваше внимание вот идем мы с компанией например я иду какую-то они идут допустим по двое парень с девушкой ну или два друга идут ну и соответственно палатку одна на двоих вот я не палатку у меня тут местная палатка если одноместный не сама еще меньше вот и они получается и лед же но вот мы ходили когда я например зру и палатку я беру и посуду да конечно я беру и посуду там котелок все она у нее ваще маленький остается рюкзачок только ее личные вещи да то есть получается вдвоем ты еще меньше можно так вот вещи распределить на одного это получается у меня все равно больше это видит как если компактно упаковал больше ничего не нужно главное правило в поход мы не берем то что мы не поход путешествие неважно что нам не нужно каждый день я вот так ухожу максимально ходил 7 месяцев полгода здравствуйте по три месяца ходил по два с половиной сюда уже коврик я даже бывает упакову так что даже коврик внутрь вот и вот эту раскладушку я укладываю внутрь сейчас я там наложен кому-то продуктов там вот все и вот этот 50 литровый рюкзак можете одеть кто хочет посмотрите кому интересно попробуй вот рюкзак хороший рюкзак больше я никогда не беру потому что боль рюкзак больше 60 литров это уже не поход уже будет тяжко ну разве что если конечно ты идешь хорошую автономку а чё ты попробовал если ты идешь хорошую серьезную автономку нет тут вес может не соответственно вес может не соответствовать потому что я там вместо тряпки там он может быть и потяжелее но вообще-то средний вес а ну еще воду воду смотрите если тропиках например где-то в засушливую часть идешь конечно я беру там полтора литровую бутылку в наших широтах лид литровые пластиковая бутылка больше не надо ставится вот сюда боковой кармашек вот сюда и все почему не надо больше литра потому что полторашка полтора литровая бутылка воды это полтора килограмма веса а нафига он нужен когда в наших широтах ты пошел из любого родника напился ты берешь маленькую полу литровую бутылочку себе хватит там не знаю ты саму день выше ты где-нибудь другой ручей найдешь еще наберешь пол-литра больше не надо ну крайне стучно литр это уже за глаза полторашка если ты где-то в южных широтах там где-то там в бразилии там в амазонии где-то да там это там конечно я переход делал например канкилю к водопаду там я там из каждого ручья не напьешься как у нас там приходится с вечера палатку ставлю развожу костер готовлю еду и кипячу заранее на следующий день себе воду скипятил ручья остудил там полторашку набрал на следующий дневной переход полторашка у меня есть но это в тропиках в россии нафиг не надо у нас северные широкий у нас достаточно пол-литровый бутылочку с любого ручья просто так напился прошел без проблем нож упаковал ну что что боковой карман лазить без проблем обеззаразить воду приходится а без одно это уже ну это 5 тропик ну марганцовка я у нас в россии нет у нас не сразу пьешь из ручья да астробиках да обеззараживаю туда никуда был там из него воду там приходилось там цивилизации нету они большие такие кувшины стоят пацанята на ослах там привезут выливают майонезную баночку а там кипятить никак потому что в пустыне дров нету а языковый вариант что же в бразилии как приноравливаешься нету и слова там я в каждой стране изучают по движения там молодец и зайка нам там португальский вразилии но я по-испански говорю они понимали я правда испанский тоже не знаю я имею ввиду слова какие мне нужны я заранее там изучал например сколько это стоит где находится подвезите меня там пожалуйста бесплатно еще главное понять что ответил да вот задать вопрос в основном одинаково но есть какие-то нюансы в основном одинаково сейчас скажу где-то блин где-то по-моему в Таиланде вот у нас например принято да либо так голосовать ну либо с сша пошел вот знак да а в этом в Таиланде по-моему там надо чтобы остановить там надо так махать вот так вот так по-моему в Таиланде я уж не помню где где-то было что-то как-то так что-то показывали я это я думала это там ничего нет разница что ли в основном вот палец показывает и все а остальные жесты когда там объясняешь что-то например ну это он как бы в интернациональном языке везде одинаково ну конечно надо желательно несколько несколько таких ключевые фразы слова а вот уже по дороге